В Кремле опровергли готовящиеся повышения налогов в России. Пресс-фиктарь президента Дмитрий Песков прокомментировал статью американского издания Wall Street Journal. Журналисты со ссылкой на неназванные источники написали, что в российском правительстве планируют увеличить НДС и подоходный налог после 2018 года, сразу после выборов. Статью внимательно изучила моя коллега Алексина Пинкальская. Алексин, приветствую тебя. Скажи, что первое бросилось в глаза? Здравствуй, Леша. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что фактически из всей статьи непосредственно повышению налогов посвящен лишь один абзац. Остальное это печальная картина состояния российской экономики. Как так получилось у журналистов, расскажу прямо сейчас. Повышение налогов это единственный оставшийся способ залатать дыры в российском бюджете. Такую мысль проводят журналисты американского издания Wall Street Journal. Со ссылкой на неназванных чиновников они утверждают, правительство России всерьез прорабатывает увеличение налогов после 2018 года президентских выборов. Статья всколыхнула информационное пространство, хотя никакой новой достоверной информации по сути не содержит. В прессе уже не первый раз и даже не первый год возникают спекуляции вокруг этой темы. Еще в декабре 2014 в послании к Федеральному собранию Владимир Путин объявил о заморозке налогов на 4 года до окончания срока своих полномочий. С тех пор эту позицию в правительстве неоднократно подтверждали. В частности, в апреле, выступая в Госдуме, Дмитрий Медведев заявил, после падения нефтяных доходов у многих возник соблазн увеличить налоги. Но наша позиция была принципиальной. Но и остается такой. До 2018 этого не будет, сказал премьер. Многие журналисты воспринимают такие слова фактически как обещание болезненных реформ потом. Хотя, по сути, это означает лишь то, что ситуацию после выборов сейчас прогнозировать сложно. В итоге, после прочтения статьи All Street Journal остается легкое недоумение. Источники сплошь анонимные. Никаких новых рассуждений или фактов нет. Зачем она тогда вообще была нужна? Поскольку мы находимся в состоянии гибридной войны с Западом, а это именно война, которая перенесена в информационную сферу, я думаю, что наши заклятые союзники, видимо, решили всколыхнуть вот как-то спокойное общественное мнение. У нас все-таки наметились признаки стабилизации в стране. Это отрицать очень трудно. И, видимо, это не всем нравится, и нужно произвести какой-то взброс. Вот, кстати, что интересно. Статья довольно длинная, в ней около 18 абзацев. Заголовок громкий, но конкретно подробности, детали этого повышения, ведь, по сути, масштабной реформы, отведен в ней всего один абзац, суть которого умещается в паре общих фраз. Власти думают повысить налоги, НДС, НДФЛ, причем в случае подоходного могут вести прогрессивную шкалу. То есть, когда чем больше получаешь, тем больше платишь. Либо просто его увеличить до 20% с нынешних 13%. Больше никакой конкретики нет. В остальных абзацах журналисты широкими мазками черной краски просто рисуют траурный портрет российской экономики. Ну и довольно неправдоподобным выглядит якобы обсуждаемое повышение подоходного налога сразу в половину, на 7%. Я не думаю, что наши власти готовы нанести такой удар по населению, по избирателям, по гражданам. Но, тем не менее, вот эта публикация, она говорит о том, что, смотрите, вы должны опасаться именно такого развития событий, что будет вот такой большой налог. Здесь есть, ну, такое определенное политическое воздействие на публику, на российскую. Но, тем временем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже прокомментировал эту публикацию. Он заявил, что никаких решений о росте налогов власти страны не предпринимали. И сейчас вряд ли это возможно спрогнозировать, какая экономическая ситуация будет в России в 2018 году. Продолжение следует...